Привет, друзья! Вы снова на канале магазина Спартания, где мы, как всегда, готовим для вас интересные обзоры на компоненты, на велосипеды, на скейты и на сноуборды, наконец-то, до которых мы и добрались. Зимание за горами, если вы задумались о покупке нового оборудования и экипировки, то сейчас самое время. Нам, наконец-то, приехала свеженькая поставочка досочек от Мервин, это Рептек и Гнул. Про них мы и расскажем. Вашему вниманию представляется, по сути, визитная карточка всех досок Рептек, это модель Скейт Банана. В эту доску компания Мервин запихивает все свои самые топовые патентованные технологии, но в то же время она не экспериментирует с начинкой, потому что проверенные временем характеристики, так сильно полюбившиеся райдерам с всего мира, должны оставаться неизменными. По сути, от года к году меняется только дизайн и немножко материалов. Итак, сначала расскажем про то, что снаружи, а потом коснемся того, что внутри. Поехали! Начнем с крышки. Крышка выполнена из комбинированного триаксиального биаксиального волокна. Очень жесткая, прочная, устойчивая к выцветанию, так что досочка всегда будет яркой, а Рептек они все, в принципе, яркие. Немножко изменилась фактура. Появились всевозможные рельефчики, рисуночки, какие-то принты. Принт в лучших традициях Скейт Бананы. Вообще, в лучших традициях всего Лептека. Яркий, кричащий, такой петушиный цвет, немножко кислотный. Так что, в целом, эта доска осталась той же самой узнаваемой доской. Теперь про базу. Всего есть два типа баз. Это спеченая Sinterred и это экструдированная, она же полиэтиленовая. Спеченая более скоростная, более жесткая, более технологичная, но более требовательна к условиям эксплуатации и обслуживания. Ремонтировать такую доску, такую базу будет сложнее, если вы вдруг неожиданно потеряете какой-то кусочек базы, налетев на какое-то препятствие. Поэтому в парке, именно в джибе, такую доску с такой базой использовать не очень практично. Поэтому существует второй тип волокна. Это полиэтиленовая база, экструдированная. Она менее требовательна к эксплуатации, мель нетребовательна к парафину и хорошо переносит механические воздействия. И она дешевле. В конце концов, такую доску восстанавливать будет гораздо проще, в случае чего. Здесь база спеченая, TNT, изготовленная по технологии Stick Knife Technology. Это новая технология, которая применяется у Merwin с прошлого модельного года. Ну и говоря про доски Merwin, нельзя обходить стороной вопрос геометрии и прогиба. Именно прогиб сделал имя компании, принеся ей широкую известность. Давайте подробнее поговорим про это. По геометрии этот рутвин, симметричный, со всех сторон одинаковый. Это означает, что он прекрасно подойдет для всех фристайловых дисциплин. Но в то же время прогиб делает эту доску более универсальной. Фирменный прогиб Merwin это BANAN BTX. Почему так? Потому что если вы посмотрите на доску сбоку, в профиль, то вы увидите некую форму, напоминающую BANAN. Давайте остановимся на этом поподробнее. Это комбинированный прогиб, который сочетает в себе все преимущества и кембера, и рокера. И в зависимости от модели доски, от модификации, он может быть либо более выражен, ярко выражен, либо менее выражен. Конкретно здесь используется классический прогиб. Классический BANAN не очень жесткий, не очень агрессивный, который подойдет для различных условий катания. Как он работает? При переносе веса на заднюю ногу, нос доски немножко поднимается. Это позволяет без особых усилий выныривать из глубокого снега и в то же время улучшить качество щелчка. Так работает рокер, который находится посередине. Но как только вы даете весовую нагрузку на заднюю ногу, нос доски еще чуть-чуть больше поднимается. Так начинает работать кембер. Зачем это необходимо? Когда вы находитесь в пухляке, в снегу по колено, качество, которое позволяет доске выныривать без дополнительных усилий очень необходимы. Потому что при такой геометрии вы просто-напросто не будете уставать, постоянно перенося вес назад. В то же время для всевозможных парковых дисциплин фристайловых такая геометрия позволяет улучшить щелчок. Благодаря тому, что, опять-таки, вам проще будет перенести центр тяжести на заднюю ногу без дополнительных усилий, без сопротивления геометрии и материалом самого сноуборда. Еще одна фирменная фишка всех досок от Mervyn, это Liptec Gnur Roxy. Это фирменный кант MTX, он же Magnetraction. Давайте посмотрим на него поближе. Если приглядеться, то станет видно, что кант не совсем ровный. В ряде мест у него есть углубления и возвышенности, которые образуют некие зубцы. Их может быть от семи до одиннадцати. И в зависимости от модели доски, они могут быть либо больше, либо меньше. Зачем это необходимо? Это необходимо тогда, когда вы выкатываетесь с ровного склона на какой-то лед или весна, или вдруг измелись погодные условия. Такой кант позволяет более эффективно удерживать доску на траектории. Это может быть необходимо в том числе и в карвинге, когда вам необходимо цепляться всей площадью канта. И благодаря этой форме вы не соскочите, доска у вас не слетит. Однако для парка и для джиба, именно для джиба в первую очередь, такой кант не совсем пригоден. Ну в том смысле, что он не будет так эффективен, как на льду, как во фрирайде. Ну и наконец хочется отметить, что все доски от компании Мервин изготавливаются вручную на фирменном заводе в Вашингтоне. Об этом говорят всевозможные отметки, наклейки, где либо фамилия, имя человека, который эту доску изготовил для Вас, либо уникальный серийный номер доски, который говорит о том, что она у Вас в единственном экземпляре. Ну и подведем небольшой итог. Компания Мервин стремится делать всю свою продукцию универсальной, чтобы Вы имели один сноуборд на все случаи жизни. Но такая универсальность, как правило, распространяется больше на условиях катания, чем на навык райдера. Это еще не значит, что Вам на этой доске не будет удобно кататься, просто если Вы впервые становитесь на сноуборд, то просто всех преимуществ технологии компании Мервин Вы просто-напросто не почувствуете. Сноуборд Скейт Банада прекрасно подойдет для знакомства с технологиями компании Мервин, потому что все они здесь не так сильно ярко выражены, как в других моделях. Этот сноуборд прекрасно подойдет для катания в пухляке, для легкого фрирайда, для укатанных склонов и для фристайла. В то же время, из-за того, что здесь технологии не так ярко выражены, как в других моделях, для знакомства с компанией Мервин с их технологиями в самый раз. Ну и, как всегда, напоминаю, что этот обзор был подготовлен для Вас командой магазина Спарт-Тайне. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, увидимся на сплоне. Пока-пока!